всем привет раз 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 слышно ли нас если вдруг слышно отпишитесь а по идее должно быть слышно потому что сегодня очередной наш замечательный стрим в рамках дневника разработчиков ил-2 штурмовик битва сталинград и само собой как всегда уже по традиции в эфире альберт жильцов он же лов генеральный братец проекта и я зак Андрей Шумаков комитет менеджер сегодня мы с вами поговорим о бф 109 f4 некоторые заслуженно считают его одним из лучших самолетов этого периода времени машины действительно замечательные летать на нем одно удовольствие очень многие вещи от самолет прощает очень многие вещи самолет позволяет hello guys Jason glad to know you hear us even if you speak in Russian we plan to prepare subtitles as always so the Friday is usual day for update so wait a little yep and I guess we've just invented a way to do streams in English and just hold on we're gonna announce that soon and the English subs will be tomorrow on the Friday update and please everyone who wants to get to the TeamSpeak server with Jason please get to the forum forum.il2sturmavik.com and you'll find the address for the TeamSpeak server to discuss it with Jason and other guys ok возвращаемся что ж мы почитали всю ветку которую вы оставили для нас на форуме большое спасибо за такую активность там было большое количество различных просьб вы просили выполнить то и те или иные действия во время полета во время этого стрима формат стрима останется все тем же мы попробуем ложиться в 30 минут потому что мне кажется что это самое наверное комфортное комфортное время какие-то из ваших хотелок мы конечно сумеем выполнить какие-то не сумеем по разным в том числе техническим причинам все не вижу больше никакой причины задерживать нас с вами от знакомства со 109 ну и начнем традиционно мы с того что посмотрим внешнюю модель по ее 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 кто разрешил движение в районе полосы с тем что познакомиться с внешней моделью аэродром мы сегодня представляем вам другой не тот с которым мы летали на лаги но очень похожи карта все тоже тестовая модельку 109 сейчас пролетят летят сверху там где-то ну да где-то над нами модельку мы уже показывали многократно то есть ничего нового в этом смысле вы в ней не увидите но те кто первый раз тем наверно будет интересно посмотреть как это выглядит живую а не на скриншотах скин мы специально выбрали темным для того чтобы лучше было его видно на белом фоне не знаю что еще просто по внешней модели вам рассказать месяц безусловно отличается от лага так как у лага большое количество деревянных деталей это же машина в большей степени металлическая соответственно все рефлексы и нюансы и тонкости освещения на ней работают совершенно иначе время сейчас у нас игровое 15 часов 30 минут солнышко так на боку уже находится для зимнего времени да зима безусловно естественно мы находимся в той же заснеженной степи солнышко чуть на боку поэтому лучше видно рефлексы и все нюансы которые мы для вас подготовили в плане работы с моделью ну на этом давайте такой момент как знакомство с самолетом закончим с его внешкой перейдем к тому что показывали в прошлый раз о том что все элементы самолета безусловно анимированы и подготовлены для того чтобы во время полета выглядел он именно так как мы надеемся он выглядел в реальной жизни во всяком случае делали мы его как и все наши модели с большим вниманием с большой любовью к чертежам и постарались конечно воссоздать его довольно точно что еще можно сказать про 109 номинальный режим во время полета у нас две с половиной тысячи оборотов здесь в виде автоматов во время этого полета будут включены автоматический радиатор автоматическая смесь и новая вещь автоматический ограничитель оборотов как я сказал такой некий крейсерский полетный у нас две с половиной взлетный у нас 2700 и соответственно автомат будет помогать мне не перекрутить двигло во время маневров то есть будет срезать мне обороты до номинальных двух с половиной ну какие-то короткие периоды мне будет конечно давать его подразогнать но не сильно пока не слетели я тут собрал списочек вопросов с форума с обсуждением давай давай товарищи просили показать анимацию радиаторов можем сейчас показать запросто только радиатор у меня в автомате для того чтобы нам продемонстрировать как все это работает нам необходимо запустить двигатель дать какую-то тягу чтобы он нагрелся и автомат начал радиатор открывать давайте в настоящем самолете сначала выясним вопрос с закрылками потому что я тоже читал спрашивали каково же каково же реальное время выхода закрылков вот давайте с этого момента я нажимаю выпуск и поехали смотреть вот они двигаются там на крылее есть рисочки которые в общем то показывали пилоту мы с внешки с вами смотрим система там хитрая как видите совок совки радиаторов тоже двигаются вместе с закрылками там была большая для нас проблема таки изучить вопрос каким образом все это работает для того чтобы сделать правильно вот закрылки вышли полностью вот это полная полный выпуск закрылок вот какой период времени благо да медленней да медленнее это происходит медленнее существенно из-за этого в том числе заход на посадку я обычно строю так подлиннее все давайте вернемся в кабину тракируем у меня все так же стоит по дефолту сейчас у меня кабина открыта поэтому я так вот смело могу демонстрировать вам углы смотреть по сторонам да да не боясь никуда вывалиться вот обзор назад при отсутствии брони спинки в общем то довольно хороший где то я опять слышу а вот я пару вижу да вот они сейчас прямо над нами должны пройти где то тоже мессера да мессера у нас немецкий немецкий да аэродром они шли куда то на солнышко так возвращаемся закрываем фонарь чтобы нас не сдуло да мы не на лаге начинаем процедуру запуска двигателя в плане запуска примерно такое же количество времени это занимает сколько это занимало на лаге плюс минус ждем стартер есть и заводимся стартанули возвращаемся на внешку в прошлый раз с лагом не очень удачно у нас получилось был очень тихий звук из игры поэтому двигатель на лаге не удалось послушать качественно сейчас мы это исправим сейчас у меня двигатель только застартовал обороты у меня существенно меньше тысячи давайте добавим до тысячи вот как то так примерно вернемся на внешку проделаем эту операцию еще раз и сразу увеличим до полутора так начинает движение самолет сейчас секунду такое различимое присутствие и практически до взлетного сейчас его разогнал и поскольку сейчас двигатель работает на полную мощность то робот нет то робот соответственно начнет открывать для нас радиатор уберу закрывки так сказать то есть скажем да да робот работает конечно робот очень исполнительная система температура двигателя растет радиатор открывается робот сам определяет на какой угол открывать створки в зависимости от температуры то есть если мы в таком состоянии постоим подольше то соответственно радиатор будет открыт роботом полностью и так и и и и и и и и и Поэтому я сначала поставлю ровную голову, а потом в тракире просто приближусь. Не очень понимаю, что рассчитывали увидеть те, кто задавал вопрос. Другой прицел. Другой прицел? Нет, он тот же. Просто прицельная марка становится чуть меньше, так как голова моя становится к ней чуть ближе. Вот сейчас отодвинулся по дефолту. Вот, еще раз приближусь для страждущих. Для закрепления эффекта? Да. Ну вот, что касается прицела. Радиатор у нас уже открыт. Ну, что, двинемся дальше, наверное. Поверну двигатель номинал. И перейдем к взлету. Взлет на 109, как и на лаге, не самая простая процедура. В том смысле, что самолет ощутимо требует педали на взлете. Я постараюсь быть аккуратным сегодня. Потому что за прошлую машину с меня до сих пор вычитают. За прошлую, да, убитую машину с меня до сих пор вычитают. Так, первое, что нам нужно сделать, это дать небольшие, немного закрылков для взлета. Я их начинаю открывать. Вот, смотрим вместе на левое крыло и видим рисочки. Черные полосочки. Вот именно они говорят нам, поскольку никакой иной индикации, насколько у нас общей на закрылке у нас нету. Поэтому у нас есть вот эти полоски, покрашенные на крыле. Чем больше я выпускаю, тем больше этих полосок вы, соответственно, видите. Вот эти три полоски, соответственно, 30 градусов. И максимум. Альга, в чатике спрашивают, как дело с треймерами. С треймерами отлично все обстоит. Треймера не самая сложная. Я вот на 20 градусов оставлю, с вашего позволения. Закрылочки для взлета мне будет достаточно. Отлично все с треймерами, никаких проблем. Мне с завода не писали никаких проблем с треймерами. Все с треймерами будет хорошо. В том смысле, что сейчас у нас с вами полет короткий. И поэтому я треймерами особо не пользуюсь. Мне ручкой проще управлять. Ну что ж, мы готовы к взлету, я думаю. Ну, от винта что ли? Да, чуть-чуть прибавим. Позволим всем отойти от самолета. И начнем разбег. Сразу вот педаль влево я дал практически полностью. Вот, как я уже говорил, педалировать приходится весьма ощутимо, для того, чтобы держать его по центру. Скорость растет. Закрылочки нам еще помогут. Вот этого достаточно, чтобы оторваться. Залетать это одно удовольствие на этой машине. Убираем шасси. И убираем закрылочки. Видите, какой небыстрый этот процесс. В воздухе оно просто как дома. Чуть-чуть отойдем от филла. И поговорим о том, что же все-таки самолет может. До двух с половиной я приберу. Примерно, чтобы автомат меня не срезал. И поговорим о том, что же все-таки машина может. Там разные маневры у нас запрашивали. Вот первое, чем я расстрою всех поклонников немецкой техники. Вот обзор назад, к сожалению, при бронеспинке не самый лучший. Кстати, спросили, снять бронеспинку. В этом стриме не снимем, но вот. Ну, вообще снимем, конечно. Вообще, конечно, снимем. И лобовое, и бронеспинку. Да, лобовое бронировное будет. И возможность убрать бонеспинку, безусловно, тоже будет. Так, двигаемся здесь к реке. Пусть она для нас будет ориентируем. Для того, чтобы потом легко выйти на взлетно-летное поле для посадки. Высота у нас сейчас километр. До реки долетим. Над рекой начнем разворот назад. Ставлю автопилот горизонта, для того, чтобы перейти на внешнюю модель. Спрашивали, периодически просили, точнее, переключаться на внешку. Для того, чтобы показать вам, как она выглядит. Хотя, в общем, мы довольно часто туда показывали. Тут скин не зимний, прямо скажем. Не зимний. Ну, как я уже сказал, мы специально выбрали такой скин, для того, чтобы хорошо было видно самолет на белом фоне. Вот, чтобы больше продемонстрировать каких-то нюансов посвящения, в том числе. В следующий раз мы обязательно подготовим для вас трек. И уже в треке полетаем. И уже в треке полетаем. С внешней камерой поделаем кучу разных маневров. Да, из-за того, что на сегодня нам заказывали в менюшечке, бочка. О, господи, как сложно сделать бочку, да? Так, далее. Я сейчас вам процитирую. Свечка. В верхней точке убрать газ, просадку на хвост с педалью. Я думаю, это сможет, да? Конечно. И всякую красоту на скорости с перегрузкой, с снижением. И надфилдом тоже, скорее всего, сделаем. Ну, вот сейчас мы вернемся к полю. Для того, чтобы поле для нас было таким основным ориентиром. Пока летим, посмотрим на разные нюансы освещенки. Сейчас я чуть-чуть... Дам небольшой крен, чтобы крыло поставить по отношению к светилу. Так, чтобы было хорошо видно нюанс освещения. Вот так примерно. И крылышко опущу, и... Ну, все равно не очень хорошо видно. Значит, позже. Так, возвращаемся к полю. Оно где-то там перед нами. Бочку... Не знаю, что... Как-то, что может быть в ней интересно. А вот тут чуть-чуть с петалькой я... Небольшой я мастер пилотажа, как я... Да... Сообщал. Ну, бочки 109 крутят довольно легко. Запаса мощности ему хватает для всего, что хочется. Тесноват в кабинке, конечно. Скорость около 400. На этой высоте, я думаю, что до 550 мы могли бы его разогнать, если бы хотели. Высота полтора. Чуть-чуть приберу обороты. Вращаемся к филду. Я его просто не вижу. Поэтому пытаюсь дать себе некий обзор. Ну, вот мы, собственно, над полем. Давайте развернемся вот в эту сторону. Потому что мне сейчас нужно будет спикировать. Просили показать пикирование. И вывод из пикирования. Не знаю насчет петли, не обещаю. Но до перегрузочки я его дотяну, я уверен. Вот отсюда будем заходить. Чуть-чуть приберу обороты. Перед тем, как начать пикирование. До 700 где-то примерно 50 пикирования проблем на 109 не представляет. Да, и без скалфатора показывать сегодня не будет. Ну, он где-то вот после 750. Вот сейчас ощутимо, рули, в общем-то, перестали меня слушаться. Прошли над филдом мы. И потянем на перегрузочку. Вот так, да, оп. И поскольку была она небольшой, то вышли мы вполне разумно. Почти на километр вернулись. Отлично. Так, это было пикирование. В следующем давайте будет штопор, наверное. Еще чуть-чуть наберем. Из-за хардкорства приходится постоянно смотреть на приборы. Я думаю, что достаточно. Развернусь в эту сторону. Чтобы солнышко не мешало мне приборы воспринимать. Чуть меня, видите, поколбашивать скорость уже маленькая. Вы самый уверенный товарищ. Сейчас я вижу, штопор не надо. Не надо переживать. Experience Pilot с вами. Газ прибрал. Угол оставил положительным. Ждем, пока сработает механизация. А именно те самые предкрылки, которые... Вот они вышли. Те самые предкрылки, которые позволяют на 109-ом выполнять разные. На какой скорости мы повалимся? 175 примерно. Ну вот сейчас уже... Вам не слышен, наверное, звук все-таки в стриме. А я уже слышу, как барабанит по обшивке. И поехали. И поехали. Страшно? Мне тоже страшно. Давайте здесь выйдем. Как я уже говорил, 109-ый выходит, в общем-то, довольно мирно. Главное ему не мешать. Наддув. Так, видите, где вы стоят? Валетики. Да, хинкля. Там вас ждут, дорогие игроки. Так, снова набор. И последняя такая, наверное, фигура перед посадкой, о которой просили. Хотя она довольно странная для меня. Это что-то вроде сваливания с горки с педалью. Причем запрашивали все это еще и на внешнем виде. И для меня будет довольно сложно именно так это все исполнить для вас. То есть и внешний вид, и сваливание. Но я попробую. Зайду я опять против солнышка, потому что солнце очень мешает мне смотреть на приборы. Еще очень боюсь все-таки двигло перекрутить, потому что автоматы еще до конца не настроены. И иногда позволяют мне это сделать. Так, продолжаем набирать. В сторону филда разворачиваемся. Не очень до конца понимаю, что вы хотели, дорогие пользователи. Но попробую быть исполнителем, продюсером. Чуть-чуть пикируем. В сторону филда. Дальше просили вот атаком. Убираю газ. Чуть-чуть отзумлюсь. Висим, 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 висим. И педаль... Ай-яй-яй, я чуть-чуть на спину, я все равно упаду. Да, вот на спину все равно чуть-чуть упал. Сейчас еще раз попробуем. Ой-ой-ой-ой-ой. Просто относительно камеры мы же не видим, как он проваливается. Камера двигается вместе с самолетом. Я так понимаю, вы-то как раз хотели увидеть, как это все будет на внешке. Ну, я попробую еще раз это сделать. Ну, сейчас ближе к посадке, когда будет, я буду ничем не занят. Потому что сейчас я прям вот тут пилотирую и пилотирую. Буквально, вот сейчас еще раз я попробую сделать то, что запрашивали. И если у меня это толком не получится, оставим это профессионалом. Петрович, в конце концов, вернется. Он знатный пилотажник. Потому что я-то в основном про пострелять. Да, у Василия, у нас есть как чипать, а пострелять. Патриотажник. Потряхивает меня. Возвращаемся к тому же положению. Убираем газ. Внешка. Потеряли. И педалька! Чуть-чуть я всё равно Ай Не дотянул Перегрузочка у меня тут Не хватает скорости немножко Ещё раз пробовать? Нет, я думаю, что Так просто это не выйдет Надо записать трек И уже в треке это демонстрировать Потому что, мне кажется, я понимаю, что хотели увидеть Просто это будет очень-очень непросто Мне вот так вот сделать Одновременно и управлять самолётом Я постоянно чуть-чуть не выдерживаю угол И из-за этого сваливаюсь на спину Вместо того, чтобы свалиться В сторону руля Так, ну что, двинемся к посадке И поговорим про Gamescom Садиться мы будем с той стороны Чтобы солнышко у нас светило Что Gamescom Здорово Кёльн порадовал Всем, кроме погоды Неизменно немцы отлично варят пиво Отлично делают мясо Было много работы Практически Все три дня, что продолжалась выставка Мы встречались с журналистами Не хочу быть излишне оптимистом Но практически вся или большинство пресс Которая присутствовала Относились к игре Очень положительно Очень приятные отзывы я слышал Как продюсер Это было здорово Сейчас ждём каких-то публикаций О впечатлениях Естественно, звездой в этом смысле Конечно, была ещё и демонстрация нами Oculus Rift Сами разработчики Этого девайса были у нас в гостях Посмотрели, что у нас получилось Остались тоже очень довольны Результатом Поэтому надеемся, что После Gamescom сотрудничество У нас будет Более плотное Мы наконец получим HD-шный девайс Потому что я уже видел его Имел возможность его попробовать На самой выставке Но вовсе мы его пока не имеем Ждём Так что Gamescom был интересный Несколько друзей наших приехало Имеется в виду пилотов Кто сейчас летает в ров Из разных стран Из Голландии Из Германии Так что было во всех отношениях положительно Разворачиваюсь Не так просто я делаю это Далеко от полосы Так как, я уже говорил Механизация на 109 Выпускается довольно долго Сейчас мне еще надо выровняться на полосу Посадочная также у нас будет Примерно около 200 Сейчас чуть-чуть скорость У меня ниже 300 провалится И можно будет выпустить шасси Все активно просят нажать на спусковой крючок Разок Разок Случайно Не знаю, что это было Шок какой-то Я был в состоянии аффекта Бага, наверное Бага, конечно, бага Он опрограммирует баг Так, ну продолжит Продолжит падать скорость Чуть-чуть выпущу закрылышки Чтобы оно поактивнее падало Потому что не хочу со скольжением терять скорость Вот так, наверное, будет оптимально Выпустим шасси Выпустим шасси На заходе Очень тяжело мне переключаться Я уже просил у всех прощения За это Так, ну вот, скорость падает Достаточно Для того, чтобы назвать этот режим посадкой Селись в полосу Скорость у меня все еще великовато Поэтому, не дожидаясь, буду выпускать закрылки И надеяться, что скорость сейчас упадет И она падает Да, я постараюсь уместиться в полосу Ай-яй-яй-яй Посадочка, посадочка, посадочка Посадочка, посадочка Мы просили, но, наверное, не сегодня Сегодня удалось все Сегодня я прям очень аккуратен С потерь Да Удерживаем На полосе его Сегодня прям на зачет я сел буквально Не иначе Не финальное, безусловно Все, что вы сегодня увидели Все это еще не финал Все это еще только и только и только Начало и начало работы Ну, не начало, середина Да, я уже по привычке говорю Начало-начало Конечно, не начало Конечно, уже все это середина Но многое, как видите, у нас уже готово Над многим нам еще предстоит работать Вот так мы с вами полетали на 109 Как я уже говорил, машина Великолепно слушается управление Это, безусловно, хищник Хищник этого периода времени Вы практически в любом бою выбираете Как этот бой будет проходить Какую именно тактику вы хотите в этом бою построить Советские самолеты раннего периода Ну, лаг в особенности Всегда будут вступать вам инициативу Но, безусловно, если лагов больше, чем один И у них достаточное количество высоты То и Мессершмитт может стать жертвой Безусловно, скорость пикирования, конечно, в этом месте поможет То есть до появления у советских ВВС ЯК 109-й F4 является, безусловно, высшей точкой в пищевой цепи Так назовем На этом уровне, да, безусловно Все разговоры по поводу баланса между двумя первыми истребителями Между Лаг-3 и этим Мессером Ну, какой баланс, господа? Хочу, да, расстроить всех, кто баланс ожидал Никакого баланса не будет Будет историческая реконструкция И на начальном этапе, конечно же, не очень просто будет связано с ВВС Мы это понимаем Андрюша, сколько по времени мы Можем закругляться Простые минутки еще Отлично Что еще сказать, пользуясь случаем тем, что сейчас аудитория внимает, да? Пожалуй, чего ожидать вскоре Чего ожидать? Мы сейчас вот переходим к следующему большому этапу Вот в августе у нас, в начале сентября, закончился предыдущий этап А именно основной такой момент настройки графики и физики и всего остального Сейчас мы уже переходим непосредственно к боевому столкновению Переходим к созданию различных спецэффектов красивых Которые будут для вас, ну, как сказать, создавать весь кайф от воздушного боя Чтобы все стреляло, взрывалось Было, как всегда, максимально аутентичным, не только красивым Про это мы тоже помним, стараемся Будем переходить уже к настройке И мы и в данный момент, в общем и целом, можем сказать о том Что какая-то основная часть вооружения и баллистические элементы Они уже существуют Но настройка, как вы понимаете, это такой тонкий этап Очень много тестов Потому что очень многие вещи, несмотря на наше желание делать все максимально исторически корректно Это все равно вопрос исследований, в том числе, например, прочность элементов То есть какой, скажем так, какие повреждения относительно прочности всех элементов самолета Наносят различные снаряды с их скоростями, убойными возможностями, мощностью БЧ и т.д. То есть все это нам еще предстоит изучить И это, собственно, будет такой последний момент Перед тем, как мы откроем вот этот доступ О котором говорили мы во время предзаказа Пригласим вас самих начать все это пробовать Пробовать вот эту первую пару К тому времени уже появятся и штурмовики И сейчас, естественно, кроме всего прочего Мы работаем и над новыми самолетами Уже и штурмовик, и пешка, и штука Все они уже на столах где-то В ангарах инженеров, где-то все еще на 3D, 2D Потому что все стараемся делать хорошо Много работ по карте продолжается Я думаю, что в ближайшие стримы или в ближайшие недели Я первый раз могу вам показать сам Сталинград Как объект, как город Потому что мы тоже близки к завершению этой работы Ну и, естественно, много всего, что касается геймплея, интерфейса Все это сейчас только начинается Как в прошлом стриме я уже говорил Симулятор у нас уже получился А вот сделать его интересной игрой Кроме самого кайфа от управления Аутентичными, качественно настроенными и созданными самолетами Это вот то, на что у нас осталось время То релиза и то, чему мы сейчас отдадимся По полной, скажем так Все, дорогие друзья На этом время этого стрима вышло Огромное спасибо всем тем, кто нашел время Для того, чтобы послушать нас вживую Все, кто не сумел этого сделать, ждите Когда мы подготовим и выложим версию на YouTube Иностранному участнику, можно сказать, ждите субтитров Все, с вами были Лофт и Зак Завтра традиционный будет пятничный апдейт И будьте уверены, что он будет не только про запись этого стрима Будет много приятных новостей В том числе и касающихся Фридриха Поэтому обязательно завтра заходите Потому что каждую пятницу есть апдейт Счастливо, ребят Продолжение следует... Продолжение следует...